Что получается дальше? Дальше, оказывается, эти стихи, все те же самые у Иоанна Греона, переводят еще много авторов. Следующий автор наш – это Гаврила Романович Державин. Знаменитый автор, правда? Мы уже знакомы. Он переводит все расправления в Корею. Попробуй, только соблюди ударение, пожалуйста, да? И там некое странное произношение в третьей строчке. Это не обещает, да? На цветочный сев луженчик. Чтобы не лужочек был, а луженчик, чтобы рифровалось кузнечикам. Так, Вика, попробуй. Счастый золотой кузнечик, что присутствует у лужи один. На цветочный сев луженчиком, пьешь с ликмерка, господин. Всем любуюся на волю, воспеваешь век ты свой, спрянишь лишь на то, что... Лишь на что ты в поле. Взглянешь лишь на что ты в поле. Всем довольны все с тобой. Из ингредиентов по заседству не обидишь ты зачем. Ни чьему не льешь нас средству. Сам богат собой и всех. Веснопеть из теплого ветра. Аполлоны нежности. Честный обитатель света. Всеми музами любил. Вдохновенный глаз озвонил. На земли ты знаменит. Чтут живые потомки. Ты философ, ты пилил. Чистый душой своей не злобы. Удивление ты нам. Удивление ты нам. У едва ли не подобен, но кузнечик ты богат. Это что-то более близкое. Нам с вами. Потому что цикада все-таки это что-то южное. Удивление будет кузнечик. Кузнечик так же стрекочет. Как реказа. Как антимировская. Как цикада. Правда? Что у Держарина непонятно. Давайте смотреть. По идее там должны быть понятны все слова. Пиит. Это что такое? Пиит. Пиит это? Поэт. Поэт. Да? Ты философ, ты пиит. Ничего себе, да? Кузнечик. Поэт. Смотрите. Структура та же. Землетельцев по соседству не обидишь ты ничем. У Кантемира как было? Ты же пахарень приятель. Никому вреда бывая. Песнопельниц тепло лето. Аполлона нежный сын. У Кантемира как было? Весны и предвещатель сладко. Весны и предвещатель сладко. И там любят тебя и все музы. И сам Феву тебя любят. Аполлон упоминается. Да не случайно конечно. А здесь? Честный обитатель света. Ты же честен человеком. Всеми музами любим. Все о том же речь. Правда? Дальше. Голос. Значит смотрите. Первое. Кузнечик. Ты счастлив. Вот цикада. Ты благословенна. Потом. Голос. Ну. Чего-то надо поесться. Голос. Да. На цветочный свет лужечек. Пешник. Голос. Господин. Ну. Конселлира помните. Да. Испи красы. Испи красы. Малые капли. Как король подъешь до полна. Так. Замечательно. Значит он уже король. Ему мало нужно. Но он счастлив. Дальше. Его любят музы и Аполлон. И наконец дальше. Ты как бы сам кузнечик. Дитя Аполлон. То есть ты сам поэт. Пожалуй Держану это впервые заявляет вот так откровенно. У Анакрена так не было. Да. Ты философ. Ты велит. И наконец последнее. Ты кузнечик. Почти что бог. Как будто бы боги. Вот. Давайте подумаем. Что это за странность. Что это за чушь. Кузнечик. Маленькая тварь. И ты вдруг подобен бокалу. Это как? В наших глазах. Мы этого кузнечика раздавить можем одной ногой. Почему он вдруг подобен богам? Потому что может быть он чист в душе своей. Да. Потому что он чист в душе своей. Не злобен. Согласен. Ну конечно это приписывание. Это насекомому свойств человека. Сам богат собою всем. Сам богат собою всем. А нам вечно что-то нужно. Правда? Да. На земле. На земле. На земле. То есть получается, что кузнечик становится таким символом. Во-первых, поэтического пения. Напоминаю, что в древности стихи пелись. Лирика. Это и значит пение. Песнопение. Лира. Что такое лира? Конечно. Музыкальные инструменты. И конечно лирику сопровождали игрой на лире. Более того, я вам скажу. И эпос в древности пелся. Вспомните эпические поэмы Габриэра. Они тоже когда-то пелись. Эпос. Эпос. У грехов очень много слов, означающих речь. Это и логос. Ну, понятное дело. Да? Логос. У нас сейчас геология, биология, археология и так далее. Корень бог. Логика. Да. Это и эпос. Эпический. И если логос означал скорее такой смысл, понятый мозгами, то эпос означал речь звучащую. Речь как бы поющуюся. Дальше давайте посмотрим, пропустим пока логосов. И давайте посмотрим на тот же очень классический берегон Михаила Ивановича Гнедича. Гнедич греческий знал досконально. Не забудьте, именно Гнедич перейдем нам в первый раз по-настоящему Илиаду. Целиком. То есть с греческим у него было все в порядке. О, счастливец. О, пузнечик. На деревьях на высоких Каплю росы напьешься, И как царь ты распеваешь. Все твое, во что не взглянешь, Что в полях цветет широких, Что в лесах растет зеленых. Друг смиренный земледельца, Ты ничем их не обидишь, Ты приятен человеком, Лепа сладостным предвестника. Музом чистым ты любезен, Ты любезен Аполлону. Дар его твой звонкий голос, Ты из старости не знаешь, О, мудрец всегда поющий, Сын жилец земли невинный, Безболезненный, бескровный, Ты почти богам подобен. Так, похоже на все стихи. Конечно, они перевозили один тоже стихотворение. Конечно, они именно так и делали. Они перевозили одно и то же стихотворение Анны Креона, Правда, у Снечика. Ну, конечно, с некоторым поправками, правда. Державин напрямую с греческого не перевозил. Такой простой причин, я просто греческого не знал.